Друзья, я включил запись. Это означает, что мы начинаем формальную часть нашего вебинара. Я прошу всех, кроме организатора и кроме Андраша Ковача, выключить микрофоны. Они вам пока не понадобятся. Во время вопроса можно будет их включить. Они сейчас немножко будут мешать для выступления. Всем попрошу выключить. Андрош тоже выключил. Андрош, please turn on your microphone. Тут не понимают некоторые люди, поэтому я сам это сделаю. Такое впечатление, что не слышат или где-то отсутствуют. Так, здорово. Остались два только микрофона у Зателепина Ковача. Сегодня 21 апреля 2021 года. Московское время 16 часов 1 минута. Наш сегодняшний тринадцатый вебинар весенний и зимний сессии 2021 года посвящен обсуждению семи докладов круглого стола, который был у нас 14 апреля. Очень интересный круглый стол. Я получал несколько позитивных реакций на тот круглый стол, который был в прошлый раз. Порядок дискуссий будет такой. Докладчик, которому будет дано слово, делает очень короткую, на 5-10 максимум минут, напоминающую презентацию того, что он представлял в прошлый раз более подробно. А после этого мы сможем задавать вопросы и сможем потом, после того, как докладчик ответит на наши вопросы, сможем выступить с комментариями, с какими-то соображениями, что тоже немаловажно. Ну вот, время на обсуждение одного доклада я предлагаю не ограничивать. И если мы не уложимся в два часа, ну ничего страшного, мы перенесем на следующий раз. Первым у нас сегодня будет выступать Андрош Ковыч, не Климов. Анатолий Иванович, извини, Андрош Ковыч, ему пораньше надо уйти, и поэтому он просил его вперед пропустить. Андрош Ковыч, Андрош Ковыч, я бы хотел сказать несколько слов о вашей презентации в русском, для более понимания о вашей презентации. Хорошо, должен я поделиться на слайд, когда вы говорите? Нет, 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 нет. Я хотел обратить на особенности, вот на что нам надо обращать внимание, и потом, может быть, задать вопросы проясняющие. Значит, первое, это то, что среда, в которой Андрош работал, Андрош, их там целая команда, несколько человек из разных стран причем. Это купрум, никель и литий, и медь, никель и литий, и нет никакого водорода. Ну, он так думает, что нет, он немножко об этом говорил, что все-таки это все собиралось среди воздуха, в воздухе всегда есть некоторое количество паров воды, но это все-таки не очень большое количество водорода у него, это очень важно. Вторая важная особенность, у него металлический контейнер, в который помещено топливо. Дело в том, что вот, например, мы в лаборатории Энлис всегда работаем с керамическим контейнером, вот, а и Пархомов работает с керамическим контейнером, и другие некоторые. Ну, вот, кстати, Чижов, у него там нагреватель-то керамический такая, муфий, а самое-то самое, все топливо упаковано в никелевую фольгу. Ну, можно сказать, керамико-металлический контейнер. Ну, вот у Андроша, у него металлический тугоплавкий контейнер, и они нагревают вот это свое топливо, нагревают осциллирующим таким колебательным нагревом, очень высокочастотным, ну, среднечастотным, примерно 1000 Гц, порядка 1000 Гц, меньше, в окрестности 1000 Гц нагрев идет. Андроша, у него металлический тугер. 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 It's a few minutes heating and a few minutes cooling. So it's maybe about one or two minutes to heat up and then one or two minutes to cool down. And heating up means from 1,200 to 1,300 and then one or two minutes from 1,300 to 1,200 to cool down. So maybe I should also mention that the power control is done by a theory store, but we only use it in on-off mode. Okay. Андрош, thank you. Андрош, your move, please take a floor. Okay, so I think you have summarized the procedure that we have. So we have this on-off heating and then we observe exothermic reaction. Should I share slides or just summarize in words? Okay, let me see if I... Andhra, just a moment. I make some mistake was... Please try again to switch on your presentation. Yes, let me find it. Okay, we see. We see. So you introduced the structure of our container. I want to emphasize that we had either argon flow or nitrogen flow in different experiments. So it was in inert environment, our metal container. And here is a long-term view. It's about three hours, this chart. And here is the shorter-term view. So here is the time, these are seconds. So this answers your question that you were asking. So you can see that it's approximately 100 seconds to heat up and maybe 70 seconds to cool down. So this is the frequency of our cycles. And as I mentioned last time, we observed exothermic heat. So about 300 Watt averaging this particular experiment. And what is important, most of the exothermic heat was produced in the heating phase. You can see it's very steep curve here. And in the cooling phase, it was just very little heat. And then I mentioned about the measurement of radiation. So this is a spectrum of the microwave radiation we measured. So we did measure microwave radiation from the reactor, also mostly during heating. And sudden temperature jumps. And here is the runaway mode. So when we go very high in the temperature, about 1,350, then we have a runaway mode. There is a radio frequency and microwave emission also in the runaway mode. And in that case, we also had a Geiger counter signal. So we had elevated the Geiger counter reading during the runaway mode. Then here, here is what the container look like after runaway. The top picture is the molybdenum container. The bottom picture is the iron-chromium container. And here I received already a few questions and comments in the chat during last session. So some people were commenting that maybe the nickel or iron alloyed with molybdenum, and maybe that's how it has opened up. But this is not possible because the mass of the nickel copper inside was only 10, 15 grams. And this iron-chromium container, that's the inner container, is 100 grams. And molybdenum container is also 100 grams. So the containers are much heavier than the fuel inside. So it is not possible that there is some alloying that change the melting point. So remember that molybdenum melts at 2,600, and iron-chromium melts close to 1,500. And our temperature was only 1,350. Also, I think it's very important to note this metallic Geiger phenomenon. This is probably relevant to understand what's happening here. Yes, and this was my last slide. So in summary, we have a temperature-controlled method where we observed continuous exothermic heat production in a certain temperature range, and runaway process when temperature went higher. We observed strange meltdowns in the runaway mode, and we observed radio frequency, and in some cases also Geiger counter-reading. Okay, so now questions are welcome. Друзья, Андрес, thank you very much. Друзья, пожалуйста, поднимайте руки, кто хочет задать вопрос. Вот я вижу Анатолий Иванович, ну, может быть, еще кто-то. И у меня тоже есть там пару вопросов, но Анатолий Иванович, пожалуйста, ваш вопрос. Толь, включи микрофон, пожалуйста. Значит, ну, я для того, чтобы было понятно, сначала задам по-русски вопрос Андресу, или наоборот, на английском? Нет, я постараюсь на русский ответить, по-русски ответить. Андрес, вот можно еще раз опустить, показать слайд нагрева вашего образца во время эксперимента? Да, когда ты введу этот слайд. Ну, вот либо этот, либо вот этот. Вот смотрите, температура, highest температура, about 1340, correct? Yeah, 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 in this case, 1330, let's say, yes. It is correct. Yes, yes. It's well known that the temperature of the boiling, lithium, lithium boiling, about 100 and 3, 1,300 and 440 Celsius also. Yeah, yeah, very close. Very close. And my question for you, do you also measure all of this temperature of lithium in the mixture of the ferrum and cuprum? You have a mixture alloy, ferrum and cuprum. And I think this temperature maybe change slowly, maybe decrease, maybe higher in this case. And Andres, the climate Do you understand my question? Do you mean the melting point or what do you mean exactly? What temperature you asked about? Andres, Klimov would like to ask you that mixture of copper and lithium may have a melting point below than melting point of pure lithium. The question is much is higher than mixture from chemistry. We know that mixture have a low temperature for melting for boiling mixture and then for pure pure instant pure 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 materials. Yeah, yes, yes, I we did for the fuel some analysis of the phases and what the analysis seems to show is that this is not a homogeneous liquid but there are there are two phases. There is a copper nickel rich phase where lithium dissolves to some extent but not much more than 10-20% and there is a lithium rich phase where copper nickel dissolves to some extent but also not very strongly because copper nickel and lithium they do not dissolve strongly into each other so according to our analysis of the phase diagrams there are these two two liquid phases and so we have one of the phases is a lithium rich phase it is not answer for my question because of I ask you about the pressure of the gas phase of the lithium and do you measure the pressure inside of this container during the only 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 indirectly so we don't we don't measure directly the pressure but we did have an experiment where we had iron chromium container and after cooling down you could see that it has expanded a little so it means that there was a high enough pressure inside to a little bit expand the container so you could see that the container material has expanded a little bit during the reaction your geyser eruption may be connected with the increase of the pressure lithium vapor yeah yes I think this is not this is not correct because if because the way that the pressure would open a container is that you would have simply at that temperature of course the iron is weaker than at room temperature but if it's still strong so if it opens up it would just burst so you would have a crack and then the gases would escape in the crack so but here what is important to realize is that this is not a crack so this is not and this is not lithium so this is not just a container failing and then there is a crack and gases escape because yeah because but this looks like the container itself was melted so it looks like the container itself the iron chromium melting and then and then re-solidified so so this is not just this is not just done by the pressure of the lithium that's my point according to my point of you the eruption of the lithium may be connected with the local increase of the pressure of the vapor lithium and then this lithium was solidified and you see the typical typical erosion process and product of the cooling lithium it's 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 yeah so what I want to say is that this is not lithium so this is this is after the reaction this is in air and this material that you see here this is not lithium this is this is iron chromium material okay it's a good answer yes thank you thank you Klymov значит задал one вопрос Araik Dangyan please your question two вопрос can you can yes 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 change the container happen only in the presence of these gases argon or azot or in vacuum also happens in vacuum we have not in vacuum we have only an experiment in argon and in azote and the important thing is it is important to have no кислорода, потому что особенно моллиптоном он при кислороде быстро разжигается, а аэрокромиум вообще можно и при кислороде тоже использовать. Кислород понятно, исключается, надо проверить еще и в вакууме, разрушается контент. Второй вопрос, выделение энергии это когда происходит при впуске этих газов или как, когда? Вот видите, что есть когда мы мерили, например, здесь температуры, температуры jump, эти выпишки, это уже начались, самое низкое, это было 1200 celsius, это первое, это самое низкое, когда мы что-то видели, что что-то случается, но то, что происходит, главный процесс, это мы в этом режиме видели главный процесс между 1240 и 1300 и это режим, где Коперник, этот Константан расплавляется, когда нагреваем и потом опять становится твердым и это как раз режим, и может быть это связано, я думаю, наверное, это связано, что как раз в этом режиме этот Константан расплавляется, а потом опять твердым становится. Спасибо, я думал, что вот при впуске газа только это происходит. Это с газами совершенно никак не связано. Газы для того, чтобы избежать кислородного контакта. Спасибо, спасибо Дангьяну. Боб Линье, your question, please. Hi, Андрес. So my first question is, have you taken any better microscopy images of the affected metals? No, I'm doing it, I'm doing it right now. So in one experiment, so here I showed you a, you know, a failed experiment where it has opened, but there is, there was some experiment where we had a, you know, continuous run and then we had continuous run after temperature cycling and we did it for a few days, maybe two, three days in one experiment. And then at the end, I saw dots, small dots appearing on the surface of the molybdenum container on the outside, on the outer surface. And that was, of course, quite surprising. And right now we are doing an x-ray analysis of those dots, so soon hopefully you'll know what happened there. So I assume you've not done any element data? No, no, not, not yet. So that, so that on those, we did an element analysis here, but this is, was just to map the flow of different materials, but here we did not see any transmutation, but this was done for a short time. What I'm more looking forward to is to analyze with x-ray analysis. This is elemental surface analysis in those dots. So this, hopefully we will know in a few weeks if there is any change in materials in those dots, but they, they definitely look much darker and different than the normal metal. Might I suggest that when you do that, you don't just sample areas that you do maps with a high level of sampling rate, because we're finding that we get like carbon and, and, and light lighter elements on the outside, and we tend to get heavier elements. And it's a pattern that it produces into the center. And so it's one thing to say, we've seen these elements, it's a different thing to say they're in structures and the structures have a regular order. Can I, can I share with you, um, uh, an image that I shared that ice is different. Yeah, yeah, yeah. Please go ahead. Which shows eruptions. So, um, I think this might be quite useful too. This is in Indian, which was, if I can actually get it to come onto the other page and to minimize this and put this up here. Yeah. Okay. All right. Um, let me see if I can do this. Uh, so, uh, and share a screen and I want to share this one. Okay. Can everyone see that? Yes. Okay. So this is Indian that was exposed to a Mars gas, which, um, by some people's measures is, is a similar, um, uh, gas to that or, uh, HHO. And as you can see, there are these eruptions on the surface of various elements and ahead of the eruptions, uh, there is an ejection of a hot Indian, which then produces these beautiful Indian oxide octahedrons, uh, around, uh, then it basically has an eruption debris field, like a, uh, volcano. And then you get these frozen in time, uh, material coming out of, of the eruptions. And I, I, so this is the, the Indian oxide crystals that we see. So, so is this also that you saw it melted and frozen? So you also see that? So you can see the video online. Um, this, this, the Indian, which was the thickness of a human hair appeared to last longer than tungsten before it started interacting with the hydrogen gas. So we had a, a welding rod, which, which kind of disintegrated rather quickly. And the human hair thickness, Indian was more resistant. Um, of course it does produce some nitrides and some oxides, which are high temperature, but it's the fact that it then melted into a blob. And then the analysis of the blob afterwards revealed that something happened internally. It produced like a volcano and out of the volcano, it spewed a range of different, uh, elements in, in these ejections, but ahead of it, it was like, uh, uh, it, there must have been a molten dome above it of lithium, not lithium, indium that was blasted out as a vapor and became these, uh, beautiful, uh, uh, crystals. So I have, uh, quite a lot of examples of this. So this is another volcano here. And, um, and I shared these, I, as I said, at ICCF, uh, 22, um, and, uh, where there's some closeups of various volcanic structures where you see, um, the, the kind of array of elements, um, and then all the typical elements you, you see in, uh, that are coming out of these. Yeah. Yeah. So there's more in the future. Yeah. So that's, uh, no, this may be related, but of course your technique is different because, you know, in that experiment, you are heating it with some external gas. And what, what I think is about your question, very interesting. We don't know yet about those dots. So soon we'll know the result if there is any transmutation in those dots, but if there is transmutation, then what is interesting is that we have the fuel inside the metal container and these dots appear on the, on the outside surface. So that's, uh, that's a little bit similar than what Alexander Parkhomov was saying previously, that you have changes, not only inside the reactor, but something can also go out that causes changes on the outside surface. Yes. And I'd also look for what I'm showing you here in this slide. This is a carbon film and we've observed a lot of this in various technologies. And this was also observed by Takaaki Matsumoto as well in his work. So I would look for seeing films of carbon. I see. So this carbon film was not there to appear during the reaction. Uh, it's, it's part of the eruption. I see. So that's basically the carbon field was somehow created in the reaction. Yeah. Um, okay. So that, that's basically it. If I'm really interested in seeing any pattern in these spots, um, whether there's any difference between the center, whether there's any, um, rotational symmetry in the structure, because we're seeing like four or five or six or even two like symmetry with, with, with the element distributions. And it, it, it looks like galaxies. No, no, no. Okay. Thank you. What, 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 what's the temperature of inside of this, uh, reactor? Uh, this, sorry. In, in what I'm showing you here, this, this was not a reactor. This was a reaction. Uh, and it was a reaction between, uh, uh, a type of, um, HHO gas, uh, produced by vibrating electrified paddles that look like this. Um, they, they're, they vibrated 179 Hertz. They're like this, and there's a series of them and they're positive and negative and they vibrate up and down and you get cavitation spots, which you can see here on them is very fault tolerant. And I've seen strange radiation from these, uh, from the center of these spots coming out. And so we know it, it, and, and we've had, uh, indium interact within the reactor, but, uh, the gas that is produced, uh, is then put into a bottle. It can be stored for 10 years, but it seems to be able to interact with, um, metals in very different ways. So we were able to disintegrate tungsten and the bellometer was only reading about 231 degrees centigrade. And the transmutations on this tungsten had exactly the same structure as, uh, was observed in Papamob's 225 day reactor, this pretzel shape that I shared at ICCF 22. And it's a magnetohydrodynamic shape. Um, I actually have both images from both. Okay. Okay. So, so Bob, Bob, thank you. Let's, let's, let's stick to the topic of this discussion. So basically it's, 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 have you now analyzed it and I'm, I'm looking forward to seeing, yeah, yeah, I will share it with you when we have results. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Thank you to Bob and, uh, and next, uh, far home of, uh, Саш, задавай свой вопрос, пожалуйста. Андрош, правильно ли я понял, что эксперимент заключается в том, что вот смесь вот этих вот элементов литий-никель-медь, заключенная в герметичный молиденовый контейнер, нагревается и при некоторой температуре происходит такое аномальное выделение тепла? Да, да, так точно. Так точно. Да, но главное, чтобы у нас температура меняется, потому что если температура постоянная, мы не видим такой реакции, мы только видим, когда температура вверх и вниз меняется. Значит, если, если удержать температуру такую вот критическую, просто затухнет процесс. Да, 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 мы так видим, да. Ну еще вот такой вопрос. Вот неизвестно, что литий является чрезвычайно активным, химически активным веществом. И вот расплавленный литий, даже вот всегда возникает проблема, как найти сосуд, где бы вот литий удержать. Все, с чем он соприкасается, быстро разрушается. Вот эти вот разрушения молибдена может быть просто связаны с химическим действием лития. А когда литий там в паровой фазе, Саш? Даже в паровой. Ну, наиболее активная жидкая фаза в паровой уже может быть даже и не так. Ну да, но это, это, конечно, всегда вопрос, который хороший вопрос, но трудный вопрос, потому что в литературе там нет данных на такую высокую температуру. Вот я видел литературу, где молибдени было до 300-400 С, его смотрели. И это одна причина, почему мы молибдени выбрали, потому что там никакой реакции с лития не было. Но литература только до 300-400 С, я вообще не знаю литературу, как повыше. Но что я могу сказать, что обычно ничего с молибдением не случается. Это после эксперимента точно так выглядит. И только тогда такие вещи случаются, когда на очень высокой температуре идем, 300-350 и похоже. Да, вот, да, вот что касается температур, вот 1200 и выше градусов, очень мало вообще информации. И очень трудно что-нибудь найти определенное. Да, Саш, больше нет вопросов, да? Спасибо Пархомову. Ну, я могу добавить к этому вопросу, но я хотел тоже об этом сказать, но вот Саша сказал об этом, что на самом деле, Андрош, there are two different phenomena. One is melting, another is dissolving. Two different chemical phenomena, melting and dissolving. And we know in our laboratory, and Klimov said about that phenomena, that sometimes in vapor, and especially in liquid, liquid of some metal, the dissolving can take place. We, in our experiment in our laboratory, we know that we get that, for example, for example, ceramic materials, very easy to dissolve in melting, in melting aluminum. Aluminium around 500 Celsius degree, the temperature of melting aluminum and ceramic materials, which is stable until the, much more than 200, much more than 200, 2,000 Celsius degrees, can be stable. But in putting this small, small piece of ceramic materials in the, in, into melting, melting aluminum, it, 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 it dissolved. It, it, but possibly, possibly this, this problem is not a melting. This is a process of dissolving. This is reason of, of a volcano eruption of materials. Yes, yes, this is, this is correct that, that this is a very difficult question, because, as pointed out by, by previous commenters, lithium is, of course, a very reactive metal. It, uh, it, uh, tends to form intermetallics with many other materials. And there can be, you know, dissolution, intermetallic forming, there can be many chemical processes. So this is, of course, correct that, uh, one has to be, you know, very, uh, careful to, um, to study all possible chemical processes. So, of course, before we, uh, before we conclude something exotic, it's correct that we have to consider all the possible chemical processes, and we should try to, to think what possible chemical explanations there can be. This is, this is correct. And, and this is a very difficult question, because there is very little literature at that temperature, what processes are happening. But, but should take into account that, as Bob Grenier said that, uh, uh, unknown radiation, I use term, not strange, I use term unknown radiation, can also lead, leads to that phenomena, which you observed in, 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 in your experiment. Yeah. Yeah. So, yeah. So I would like to mention that, of course, uh, uh, as I showed in my presentation, uh, we had, uh, uh, radio frequency signal measurement, you know, normally, normally chemical reactions don't radiate in the megahertz range. So, you know, that has to be, uh, considered. And also in one case, we had a Geiger counter reading and, and normally that also we don't get from chemical reactions. So, so this had to be. Okay. And my, my question, my question, could you, uh, more carefully, more, uh, in, in details to, to explain how you use, uh, uh, excess heat measurements. How, how do you measure excess heat? Oh, okay. Okay. Yes. So let me, uh, show the slide again. Uh, this is a very important question. The processes, the processing of data obtained explain please carefully. Yes. Yes. Just, just a second. My, I'm just looking for my slide. Um, but, uh, I can't see it. Oh, just a moment. I see. It's difficult to find slide. Maybe all of the words or to explain. Okay. Okay. So I will only explain with the words that, uh, uh, we had a, uh, calibration. So the calibration was, uh, same reactor, same, uh, program of temperature cycling, but without the fuel. So, so then in the calibration, uh, we, we measure, uh, what is the, uh, uh, power in and, uh, uh, what is the, uh, uh, basically we have to measure the power in because the temperature is the same because our, uh, cycling program of going up and down is temperature controlled. So in the calibration, we turn on and off the heating at the same temperature. So we have same temperature, uh, range. And what, what you, you use term power in this explained us, what does it mean power in electric heating? So we have, uh, so we have, uh, 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 device, which measures, uh, electric power that goes in. And then, uh, the, uh, frequencies, uh, up, up to what frequencies this measurement of electric parameters, uh, you, uh, your device could do up to what? Uh, no, this is about a second. So every, every second it measures the power going in and then we integrate. So we, so we have a calibration round without the fuel and we see what is the electric heating that goes in. And then we have the measurement with these, uh, 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 with the fuel in fuel container in, and then, uh, we have the same, uh, control for the, uh, temperature change. And we measure, uh, how much electric heating you have to go to put in, to go in. And, uh, difference, uh, the difference between the two is, uh, 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 gives you the, uh, effective heating, uh, of the effective heat that comes from the fuel, the difference of how much less electric heating you need. And then, uh, 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 you're толsk- So what we measure is just the electric power going in and because in our case it's enough to measure all the electric power going in because our cycling program it has a temperature control so we use the same temperature control as we use in the calibration. So we only measure power actually heating going in okay okay if I understand well you 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 reach the same temperature of of your device, but for low value of input electrical yes, 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 exactly the same, the same, the same method that perform of use also, yes, hey, you answer my my question and there was. Please take your hand if someone wants to perform. I think that maybe Klimov and Parchumov will say something. А вот Klimov поднял руку. Саш, может быть, Пархумов, может быть, ты тоже подумаешь, может быть, что-то скажешь. Пархумов, Анатолий Иванович, пожалуйста. Ну, перед тем, как вот, значит, сделать некие выводы из того, что рассказывал нам Андрош, я хотел бы все-таки продолжить немножко уточнить. Значит, все-таки Андрош, what the main idea of your experiment, why you use this very strange mixture, lithium, ferrum, and cuprum. Полит. Никол, 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 никол. Correct? Yes. Without hydrogen. Without hydrogen, yes. What was the main idea? To change hydrogen to the lithium? The main idea is an accident, because originally I wanted to investigate Constantin, this nickel-copper mixture, because Francesco Cellani was working a long time on that. So I wanted to investigate Constantin, and I wanted to do experiments with different modifications So, my first idea when we started these experiments, my first idea was to just do an alloy between lithium and constantin, this nickel cuprum. So, what I originally tried to do is just a very standard alloying process in the oven. And then, while we were heating 2300 to do the alloying, you know, suddenly the wire burnt out and then we saw that something happened to the reactor. And when we cooled down, then we saw that there were metals splashing out and something very strange happened. And then that gave the idea that, okay, let's investigate what is happening, what is happening here. But this was just an accident because originally I only wanted to make an alloy. Well, now I, Andrew, will speak Russian for my colleagues. Thank you. Well, again, in Centropolia, we saw that you changed temperature from 1200 to 1300. При этом, lithium, ну, понятно, что особенно в присутствии партнеров может, значит, испариться и быть в паровой фазе. Паровая фаза увеличивает давление. Поэтому, так сказать, если нагрет контейнер, то он может просто разорвать давлением этот контейнер. Да, но мы смотрели, насколько давление увеличивается, потому что на это есть физические данные, то есть vapor pressure, vapor pressure лития. Мы смотрели в таблицах, насколько это увеличивается. Не-не-не, на это надо не смотреть, а измерять, потому что таблицы дают у тебя давление насыщенных паров чистого лития. А когда у тебя есть вот гетерогенная среда, я не уверен, что она однородная, потому что получить сплав достаточно сложно. Скорее всего, возникают некие каверны, в которых возникает газовая фаза лития и могут быть чисто вот такие силовые воздействия на конструкцию, когда возникает вот этот кратер, из которого выливается лава там. Но при этом вы тогда должны были услышать свист вот этого. Да, да, это странно, что мы не слышали, что это было, когда мы там били, и это странно, что это все совсем тихо. Потому что били такие случаи, что мы там били, и мы знали, что когда проходит реакция, потому что видели, например, когда перегревается наш спирал нагревательный, и тогда ток уходит. Тогда мы сразу заметили, что вот сейчас произошло, а звука никакого не было. Ну, это какой-то аргумент в пользу того, что все-таки у вас литий находился в какой-то, может быть, еще в жидком состоянии, потому что если пар, то понятно, что он выходил бы, и если бы вы сделали вторую оболочку, он бы оседал на этих стенках второго контейнера, который бы вы заключили первую свою вот эту ампулу. Значит, ну, наверное, все-таки вы продолжите эти эксперименты, и, наверное, все-таки можно будет сделать киносъемку этого процесса, скоростную съемку. Как разрывается ваша трубочка посмотреть динамику? Вообще, есть еще один метод. Мы делали такой эксперимент, где была открытая трубка. Мы поставили литий и никел-меди в открытую трубку, и там аргон проходил. И тогда мы в открытой трубке тоже измеряли в открытой трубке, как температуры идут. Там тоже мы видели что-то экзотермичное, но после реакции, потом мы, конечно, видели, что литий, оно пошло в ту сторону, в какую сторону аргон пошел. И там была керамическая трубка, дальше на керамической трубке была реакция. Ну, вот все-таки микрокапли, некая паровая фаза, которая кластеризуется. Все равно вы бы это заметили. Да, паровая фаза есть, это точно. Вот, вот. Поэтому, значит, ну, конечно, было бы очень хорошо, это сложно, но это можно сделать, померить давление, вот, мне кажется, внутри трубки и посмотреть, так сказать, если пар перегреваешь, ну, понятно, что он давление распирает, и там давление будет повышено. Его легко увидеть, измерить это давление. Это первое. Второе. Я не исключаю процесс, но просто сам это видел. В наших экспериментах, значит, вот мы видели, значит, вот смесь, если брать детерированный титан или детерированный нитиль, то при определенных условиях, температуре и давлении, значит, в спектрах оптических, в плазме, мы наблюдали, значит, вот образование действительно лития. То есть там его не было, он образовывался и взаимодействовал, значит, вот с этим никелем или титаном с образованием цинка. Ну, то бишь, я не исключаю, что в ваших экспериментах тоже литий, он, значит, активный, не химический, а вот именно, так сказать, ну, с точки зрения вот этих ядерных реакций, и вполне возможно, вы там, значит, при анализе увидите, значит, новые элементы, которых не было в вашем реакторе. Значит, вот, ну, мне кажется, одно направление интересное, но вот надо продолжить более тщательно, более тщательно, вот ответить на те вопросы, которые многих интересуют. Да, 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 это, конечно, очень важно, исключить химические реакции и быть уверенным, что мы не на химические реакции смотрим. Спасибо. Спасибо, Климову. Саша Пархонов, ты не хочешь пару слов сказать? Ну, вот, это, мне кажется, очень интересная идея с использованием лития. Вот никель-водородные реакторы хорошо исследованы, начиная с ПНТ, Лифокарди и кончая Росси, вот и наши исследования. Ну, вот, да, вот, очень интересная эта идея о том, попробовать, а не будет ли с никелем работать и литий, почему обязательно водород? Литий, он хорошо будет сплавляться с никелем водородом, насыщается никель не так уж хорошо. Можно ожидать, что действительно, вот, литий, никелевые системы, может быть, и очень даже перспективны. Посмотрим. Вот, надо продолжить, конечно, эти работы. Спасибо. Спасибо Пархонову, и я пару слов скажу в завершение. Я хотел бы обратить внимание на то, что вот в этих, безусловно, я поддерживаю Пархонову в том, что очень интересное направление. Действительно, у нас, я сейчас не буду занимать ваше время, у нас есть теории, которые, в нашей лаборатории есть теории, которые показывают, что литий может быть тоже очень интересен. Он очень интересен в этих реакциях, он очень близок к водороду, как ни странно. Но вот обращаю внимание, что измеряется не энергия, а температура. И это означает, и я в прошлый раз на своем выступлении говорил, и сегодня немножко об этом буду говорить. Это означает, что про энергию, может быть, говорить не следует. А вот температуры и уровни температур, которые получаются, они ведь связаны не только с поступающей электроэнергией, но они связаны еще с процессами охлаждения, которые связаны с обтекающим газом. И процессы охлаждения в электромагнитном поле для некоторых специфических веществ могут быть очень своеобразными. Там так называемые коэффициенты теплоотдачи, о которых я говорил и сегодня буду говорить, они могут очень сильно зависеть от процесса. Ведь мы исходим из того, что коэффициент теплоотдачи обтекаемым газом, вот Андрош, вы считаете, что коэффициент теплоотдачи от контейнера к обтекающему газу одинаков, что для вашего референтного случая и для этого конкретного случая. Однако это возможно не так, и это приводит к этим изменениям температуры. И хотя к изменениям, вот как вы считаете, эксцесс-хит, но хотя возможно эксцесс-хит и нету, но то, что коэффициенты теплоотдачи претерпевают такое радикальное изменение в электромагнитном поле для некоторых веществ, это исключительно важно и исключительно интересно. Поэтому, конечно, эта работа всяческой похвалы заслуживает. Кроме того, я хочу сказать для всех участников, что Андрош, это не опубликованная работа на самом деле. Одна публикация есть. Это в журнале GSMNS номер 25. Это еще в 2017-2018 году. Мы должны поблагодарить Андроша Ковача за то, что он такие вот пока еще первоначальные результаты, по сути дела, принес на нашу площадку и, безусловно, нас этим обогатил. Андрош, thank you very much for your presentation. I close discussion about your presentation. You are free, you may go to the next meeting. Thank you. Друзья, значит, мы закончили обсуждение. По-моему, очень было интересно. Ну, Анатолий Иванович, он тут надрывался уже и по-английски, и по-русски. Ну, а теперь, Толь, твоя очередь свою презентацию вывешивать и вот пообсуждаем тебя теперь. Толь, твоя очередь. Слайд-шоу. Толь, левее, 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 левее. Это правее, левее давай. Левее, левее. Да, что-то я не нашел, извини. Значит, ну, я хотел бы также вот как буквально за 2-3 минуты обозначить те вопросы, которые я в прошлый раз, значит, пытался донести до слушателя. Ну, и сказал, что вот все-таки в той презентации, которую я вышлю, там будут некие дополнения. Значит, вот все-таки о чем идет речь? Вот, по сути дела, вот есть у нас некий, так сказать, реактор вихревого типа, в котором, значит, вот генератор вихря закручивает вот газовый поток. Есть у нас зона, где создается плазма, и этот поток, он нагревается и, так сказать, дисцирует, поскольку вот этот рабочий поток, он являлся смесью аргона плюс водяной пар, самое главное. Значит, здесь вот нарабатывается по оси в горячей зоне, которая составляет 4000 градусов водород, и вот этот вот сам катод, он сильно эрозирует, испаряется, образует кластеры, и, по сути дела, мы имеем в плазме взаимодействие, изучаем ионов водорода, значит, которая, вот, создаются при диссоции и ионизации водорода, с металлическими кластерами никеля. Как правило, у нас, значит, катод был сделан из никеля. Ну, я вот говорил, что если вот имеется сопло вот здесь, то и сделать длинную измерительную трубку, то мы наблюдали очень резкое охлаждение, значит, вот нагретого вот в этой разрядной трубке рабочей смеси, ну и вплоть до того, что там можно было и не мерить термопарами, вот здесь показаны термопары, гребенка термопар, вот стояло там несколько таких вот у нас балочков, и мы вот сейчас имеем гребенка, состоящая там из трех-пяти термопар. Значит, ну, сама кварцевая трубка являлась, по сути дела, она раскалялась до красна, и можно было видеть вот по пирометрам, можно было померить, как и, значит, стенки трубы с течением времени. Вот здесь, где я пометил, это было раскалено до красна, и когда выключаешь плазму, она еще долгое время, значит, оставалась красной, так сказать. Поэтому, ну, если можно не верить термопарам, то уж, так сказать, раскаленными вот этими вот стенками кварцевой трубки, ну, она хорошо визуализировала этот процесс, который заключался в том, ну, я опять показываю вот этот вот странный график, который мне не дает покоя, что, значит, вот на выходе сопла у нас максимальная температура достигала до 900 градусов и выше иногда, значит, и вот, значит, на расстоянии 20 сантиметров она практически падала там до 200 градусов. Ничего подобного в инертных газах, вот если взять, допустим, аргон, по теплофизическим свойствам он такой же, как, значит, воздух, но тем не менее, значит, вот мы не видим, чтобы было такое жуткое падение температуры, вот, а вот в водяном паре, в чистом водяном паре, даже в воздухе наблюдался эффект вот быстрого остывания плазмы. Поэтому, значит, я, значит, ну, вот, памятую это о том, что все-таки, значит, мы, тема наша не стационарные процессы, в прошлый раз не успел сказать, что вообще-то схемы источника питания у нас там различные использовались, но, как правило, это источник постоянного тока, значит, там, значит, вот напряжение до 7 киловольт, ток до 2 ампер приблизительно, вот, и, так сказать, вот здесь как раз этот промежуток разрядной плазмы, который я вам только что показывал, но, значит, вот после того, как вот мы наблюдали, значит, в парах воды, что вот идет нормальный ток, идет нормальное напряжение, вот это напряжение, этот ток вольтамперной характеристики, вдруг, ни с того ни с сего, вот сама среда, она переходила в пульсирующий автоколебательный режим, и нас это очень удивило, с какой стати там, значит, появляется, значит, значит, что за химический такой генератор высокочастотных колебаний, а достаточно сказать, что эта частота достигала 40 килогерц и выше иногда, значит, поэтому мы здесь решили подстроиться под резонанс, вот делали резонансный контур, значит, и получали так называемые реакционные колебания, вот здесь показана емкость, здесь вот индуктивность мы подбирали переменную, и можно было подстраиваться под эти вот произвольные колебания и усилить этот эффект, вот, значит, когда емкость заряжала, потом, так сказать, стравливала, но при этом ток увеличился, не 2 ампера, остановился, как вы видите, 10-15 ампера, так сказать, мы сделали некий модулятор, накопитель, значит, который переводил, по сути дела, вот, ну, накопитель, который потом позволял получить более высокие значения импульсного тока. Ну, и вот, значит, вот, значит, одно из гипотез, которые я в прошлый раз с вами делился, значит, ну, а не может ли быть, вот, в последнее время модное направление, значит, генерация левых волн, значит, которые сейчас в гетероструктурах с наличием нано-частиц, значит, нано-кластеров металлических на, значит, значит, вот на подложке или керамической, допустим, они обладают очень интересными свойствами, то есть это так называемые, получается, значит, метаматериалы, в которых возможно распространение не только известных нам правых волн, но вот, да, в такой среде, вот, а это дисперсионная среда, в ней эпсилон и мю меняются, есть резонансы, вот, может быть, те, которые я вам показывал, значит, вот, ситуация такая, что эпсилон и мю внутри, значит, ну, это я пропущу, значит, как, в общем, вот, если там вот правая тройка нам известна, то я говорил о левой тройке, которая вот в таких средах может возникнуть, это волны, левые волны веселага сейчас называют, ну, и там, пока это я не буду говорить, и самое важное, что вот в таких резонансных структурах есть участок, в котором, значит, ну, мы знаем, что любой колебательный контур, он состоит из емкости, как я показывал, индуктивности, ну, вот, можно найти такие участки, где эпсилон и мю в таких вот средах становятся отрицательными, ну, вот, если мы вот такие колечки, там, микроразмеров, наноразмеров, так сказать, вдоль поверхности насыпем, такие вот волны будут, значит, вот, если бы, как бы конвертерами, они превращают падающие правые волны в левые компоненты, и эти левые компоненты хорошо адсорбируются, значит, ну, и вот получаются некие такие объекты-невидимки, самолеты-невидимки, там, вот, такие контурочки могут быть руками сделаны, но интереснее всего, что вот если вы, значит, сделаете напыление на кварце, допустим, с помощью хрома, значит, вы можете, значит, такие вот наноструктуры могут активно работать, и, значит, вот, в частности, люди делают на этом принципе, значит, как я говорил, нано-литографию. Так вот, это я все показывал, но вот чего я не показывал, это вот та пыль, которая, вот, получается, из реакторов, оно, как правило, содержит вот такие сферические образования, значит, либо там наночастицы, значит, здесь они, это некромных размеров, вот вы, там, очень похоже на то, что Андрош показывал, вот, типа лавы там иногда, там, куски получаются, но вот эти все частицы, они как раз получаются полые, значит, вот вы видите, значит, сферические частицы, и в каждой частице есть дырки, вот, здесь дырка, здесь дырка, так сказать, они, значит, ну, вот, так сказать, если уж положить эти частицы и собрать на какую-то там плоскость, то это действительно, значит, будут напоминать резонаторы, и не факт, что нельзя, вот, так сказать, используя, значит, вот эти вот, значит, частицы, осуществить вот ту, то объяснение, ту гипотезу, при котором мы генерируем левые волны, а тогда это значит, что, значит, мы начинаем отбирать энергию, значит, у плазмы, значит, левые волны, как правило, это волны с отрицательной энергией, то есть, в отличие от обычной электромагнитной волны, которая нагревает вещество, эти вот нановолны, эти наночастицы, они, так сказать, вот как гетеросреда в плазме, они, так сказать, способны охлаждаться, так сказать, и поэтому, ну, тут вот я показываю в увеличенном, значит, масштабе вот эти частицы с дырками, так сказать, вот, ну, они там и на электродах появлялись, и, так сказать, я об этом говорил, значит, так вот, основная эта задача, моя гипотеза состоит в том, что, значит, возвращаясь к самому началу, значит, если, значит, состоятельна вот эта гипотеза, то ее можно продолжать, то есть, значит, ну, во-первых, значит, ну, как увеличить вот гетерофазу в такой среде, и как увеличить вот это вот остывание этой плазмы? Очень просто, то есть, мне кажется, достаточно сделать расширяющийся плод, и так, чтобы вот эта вот паровая фаза эрозированного катода, вот этого катода, значит, выходила через сопло, газодинамически охлаждалась, кластеризировалась, и тогда левые волны начнут очень здорово отдавать энергию вот через эти частицы, она начнет интенсивно охлаждаться, поэтому вот мы можем вообще вот выход энергии из этого реактора сделать нулевым и даже отрицательным, то есть, вот, все зависит от, на мой взгляд, от состава гетерофазы и наличия в нем наночастиц. Наночастицы играют принципиально важную роль в процессах энергообмена, значит, вот в этих плазменных уже, значит, водородно-никелевых реакторах. Значит, ну, это вот основная гипотеза, которую, в принципе, можно проверять. Значит, второе, вот, понятно, что если, значит, не верите термопарам, то, значит, трубкой ПИТО, значит, коль скоро плотность при остывании здесь, значит, газа увеличивается, то, коль скоро у нас закон сохранения массы выполняется, то на выходе мы будем иметь, значит, вот, если скорость здесь известна протоком без плазмы, то на выходе, значит, вот второй метод, можно показать, что поток будет тормозиться. Это можно будет измерить тоже, и, так сказать, в соответствии вот с показаниями вот этой термопары, которая показывает охлаждение этой плазмы. Так что это вот некая такая гипотеза, которой я хотел поделиться с вами, и еще раз, значит, ну, уже неоднократно звучало, что наночастицы, там, и уже во многих экспериментах, особенно у японцев, там, используются в этих реакторах, они могут быть как полезны, так и могут быть играть отрицательную функцию. То есть можно построить, настроить реактор на избыточное выделение тепла, когда мы видим трансмутацию, когда идут действительно некие ядерные реакции, там, значит, или, будем говорить аккуратно, реакции трансмутации и химических элементов. И можем, наоборот, значит, вот этот коэффициент КОП сделать намного-много меньше единицы. Ну, вот это все, что я хотел сказать, чтобы напомнить всем присутствующим еще раз. Если есть вопросы, я готов ответить. Спасибо, Анатолий Иванович. Ну, вот, есть один вопрос, одна рука поднятая, может быть, еще пока вот будет Афшаров ставить свой, подавать свой вопрос. Евгений Михайлович, пожалуйста, ваш вопрос. Анатолий Иванович, добрый день. Тут вопрос такой, маленький, значит, и одно предложение. Вопрос заключается в том, а меняли ли вы полярность на электродах? Ну, конечно, меняли. А что получается в результате? Нет, ну, понятно, что когда капот, значит, самый большой эффект по энерговыделению. Но иначе и не должно быть. Значит, у нас разработан некоторый прибор, который меряет неэлектромагнитную составляющую. Ну, это, в принципе, эфирная теория. И, значит, он очень хорошо чувствует дефилярные катушки и так далее, и так далее. То есть, кокровой прибор. У меня есть предложение. Но здесь излучение, которое мы полагаем, оно должно быть в инфракрасном диапазоне. Поэтому я думаю, что это все-таки, все-таки это электромагнитное излучение. Но, так сказать, вот есть вероятность того, что нам удастся доказать, что, коль скоро вот это охлаждение имеется, так сказать, мы имеем дело с волной электромагнитной отрицательной энергией, так сказать, левыми волнами. Ну, а вы не хотели бы, я могу прийти, померить, если установка у вас работает. Если я покажу, что это так, то у вас может теория поменяться. Нет, ну, пожалуйста, я всегда за любое сотрудничество. И наша основная цель нашего семинара, во-первых, значит, мозговая атака, раз, и второе, объединить нас в кулак, в который, так сказать, все-таки пальцы сжаты, а не разжаты. Ну, я готов к этому, что вы, если вы хотите, пожалуйста, вы прийти. Я только приветствую. Так, спасибо, спасибо Евгению Михайловичу за вопросы и предложения. Чепелев задает вопрос. Молодь, включи... Ну, да, извините, просто тут слишком много тоже вопросов разных. А у меня вопрос такой. Вот, как бы вы назвали это охлаждение аномальным. А, как бы, в чем его аномальность? То есть, вот, как бы охлаждался просто поток нагретого газа, например? То есть, так же или медленнее, или быстрее? Ну, вот, если берешь, допустим, просто нагретый пар, он имеет температуру 100 градусов. Нагретый пар. И пропускаешь. Вот, в плазме он не был. Так сказать, вот, падение температуры ни на 1 градус не наблюдается, потому что кварц очень хороший, так сказать, температура... У него температура проводности очень низкая. То есть, значит, поток тепла через стенки практически отсутствует. Или просто берешь внутри, делаешь спираль нагревательную, калибровочные эксперименты. Мы же делали... Мы калибровочные эксперименты всегда перед началом делаем, так сказать, либо в аргоне, либо вот... То есть, со спиралью, с электрическим нагревателем, вот, как в аргоне есть, вот, так сказать, прямая линия, так она и есть. То есть, получается, возникло какое-то такое рабочее тело, которое по непонятному каналу отдает энергию. Да, но чем оно хитрое? Мы знаем, что там, вот, если водяной затвор поставить, там очень много... Ну, что значит много? Вот, Сергей Михайлович там вообще граммами этого самого вот эту пыль получал. У нас, конечно, поменьше, там, это миллиграммами, значит, за секунду, за секунду я имею в виду, значит, работы реактора, вот, нарабатывается. Но эту пыль можно, значит, собрать, проанализировать, и там... Что мы и делали. То есть, это... Это прежде всего... Володь, это прежде всего, значит, гетерофаза, то есть, гетероплазма, в которой, значит, плазменный поток вылетает из реактора, так сказать, в котором имеется наночастица, гетерофаза. Ответ получен. Да, понятно, спасибо. Давай вопросы. А, если нет вопроса, тогда Сергей Годин. Есть вопросы, у меня просто не срабатывает. А, Володь, Бычков, подожди, Сергей Годин, ты третий будешь. Хорошо. Сергей Годин задает вопрос. Окей, да. Большое спасибо, да, Анатолий Иванович, за такой интересный доклад и особенно интересную гипотезу о том, что там происходят такие вот странные процессы. Правильно ли я понимаю, что вот в этой гетерофазной плазме происходит излучение чего-то, что, проходя через стенку кварцевой трубки, эту кварцевую трубку нагревает почти до красна и таким образом энергия рассеивается в виде тепла, а дальше уже поток охлаждается и как бы энергию в себе не несет, несет даже охлаждение. Это правильно? Сереж, правильно, правильно, но на самом деле и не совсем правильно, потому что вот, значит, если ты уберешь эту гетерофазу, значит, никакого нагрева, так сказать, вот этого трубки не происходит. То есть вот мы заметили, мы связываем, по крайней мере, нагрев этой трубки не с плазмой как таковой, потому что плазма вылетает и в аргоне, она такая же горячая. Гетерофазная, да, плазма я имею в виду. А вот, ну, согласно концепции левых волн, она не может нагреть стенки, она не может, так сказать, вот непосредственно левая волна, так сказать, если она входит в более плотную среду с показателем больше единицы. Ну, я вот там пролистал, на самом деле, значит, ну, вот и еще раз, вот этот график, она же чего происходит, она даже отражается, у него, так сказать, угол вот этого самого отражения в плотной среде парцевой трубки, он совсем другой, чем вот для правых волн, в левой волне. И более того, вот эта групповая фазовая скорость направлена в разные стороны, то есть отсюда, и вот эффект охлаждения, он наблюдается. Ну, это понятно, да, но... Вот, Сереж, все-таки тогда Сережа задал вопрос. Сергей, извини, можно я твой вопрос еще раз задам? Я так и не понял, Анатолий Иванович, ведь ты говоришь не о зоне, вот об этой, а о зоне охлаждения. Я говорю, что вот эта красная зона, помеченная за соплом, это, если хочешь, это показометр, так сказать, ну, трубка разогрета, видно, что она... У тебя же там гребенка есть, у тебя же там гребенка внутри, ты там меришь... Вот, ну, вот мы, вот, этот самый, мы здесь собирались с моими коллегами, там, ну, и Чистолинов Андрей был, он говорит, да не вери я твоим термопарам, я говорю, да они зачехленные были, у меня сделаны термопары неметаллические, там, в кварцевых трубках вставлены, не вери и все. Я говорю, ну, а если вот я тебе говорю, что вот этот вот, по сути дела, нагревается сама вот этот канал выводной, так сказать, до красна, ты поверишь? В это я поверю. Ну, вот я говорю, мы можешь вместо... Мы делали как? На выходе вместо термопар ставили пластинку и смотрели по нагреву пластинки, а потом уже под трубку поняли, что трубку-то можно использовать как датчики температуры. Да, нет, я хотел про другое спросить, а, собственно говоря, зачем привлекать такие экзотические концепции, когда известно, что вот из гетерофазной плазмы, да, идет хорошее излучение в терагерцовом диапазоне, так сказать, на сотнях, на десятках и сотнях гигагерц. Сереж, Сереж, я вопрос понял, то есть ты, так сказать, вместо левых правой волны... Нет, это еще дальше, собственно говоря. Хорошо, скажем, кварц великолепно поглощает терагерцы, да, и разогревается. Так, может быть, заменить кварц кусочком гладкой металлической трубки, которая бы отражала эти волны? Ну, нет, но мы делали кварцевую трубку и металлическую, а сейчас вообще теплообменник стоит металлический с водой. Ну, понятно, это я к тому, что надо проверить. Речь идет о конкретном эксперименте. Сереж, на самом деле ты должен понимать самое главное, что если я возьму вот, значит, охлаждение, которое вот я показываю, вот здесь же, значит, речь идет о, значит, киловаттах. То есть вот у нас, значит, нагретый поток, который отдает свою энергию, так сказать, вот, мы киловатт электрической мощности превращаем в 4 киловатта, если КОП-4 на выходе, так сказать, значит. То есть тебе надо рассеять 4 киловатта терагерц. Ты понимаешь, что это такое? Да, и вы бы там зажарились бы давно, да. Да, да, да. Ну, а может быть, это простая рекомбинация водорода на поверхности? Значит, еще раз, если ты делаешь вот, значит, ну, мы же делали, так сказать, вместо этого самого, как его, значит, использовали аргон с водородом, ну, смесь, значит, чтобы не взорвалось, правда, так сказать, ну, значит, тем не менее, значит, ну, вот водород без гетерофаза ничего не дает. Я просто упустил из виду это, да, я вспомнил, да. То есть это не рекомбинация водорода, это что-то другое. Что-то другое. Ну, давайте будем думать, да. Спасибо. Спасибо, Годину, за вопросы. Бондаренко задает вопрос. Добрый вечер всем. Может показаться необычным этот вопрос, но вот есть такое квантовое явление, Анатолий Иванович, называется оно магнето-калорический эффект. Это квантовое явление, которое, в общем-то, давно уже открыто и применяется, применялось, по крайней мере, раньше для охлаждения до абсолютного нуля. Это позволяет. Это я имею в виду парамагнитные вещества, там, соли. В принципе, это работает и с феромагнетиками. Ну, а где здесь феромагнетики и парамагнетики? Нет, ну, вы говорили про мю и про эпсилон. Нет, я говорил прежде всего про резонансные системы, которые представляют наночастицы. Сейчас наночастицы... Дайте я договорю, а там вы можете применять это или нет, рассматривать с точки зрения это или нет. Значит, метод очень простой, он известен, если берется какой-то, значит, либо соль парамагнитная, либо феромагнетик однодоментный или там, в общем, при намагничивании его происходит нагревание, а при размагничивании происходит охлаждение. Причем все зависит от частоты, если вы там такие частоты, такими частотами, значит, работаете, то здесь возможны охлаждение какое? Ну, то есть, без хладагента можно охладить, холодильник сделать простым перемагничиванием. Если рассматривается процесс на таких уровнях, микро- и наноуровнях, то там нужно просто посчитать, какие магнитные поля, значит, там есть, возможен ли этот эффект. Вот, а так как у вас излучение, там действительно и феромагнетик, и даже, как они? Феромагнетик, откуда там феромагнетик? Ну, феромагнетик не обязательно, то есть, в первую очередь, это парамагнетик, потому что у нас... И парамагнетик откуда там? Все вещества у нас представляют из себя парамагнетики, практически, вот, если, ну, соли, ну, допустим, там еще там что-то... Ну, не все, но часть диамагнетики, часть феромагнетики. Значит... Не забывайте. Да, железо, которое разогрето при больших температурах, тоже парамагнетик, простое железо, в том числе там никель, феромагнетик как таковой, и так дальше. Значит, я просто предложил, мне известна эта вещь, на которой очень много интересных эффектов можно, помимо охлаждения. Там единственное, значит, для нагрева нужно растягивать процесс, значит, перемагничивания на магничивание для нагрева, а для охлаждения наоборот, короткий, допустим, будет процесс намагничивания и такой удлиненный процесс размагничивания. Нет, но у вас это выступление или вопрос? Нет, нет, нет. Сейчас пока вопрос. Рассматривалось, значит, рассматривались ли процессы с точки зрения магнетоклорического эффекта. Значит, такую гипотезу мы не рассматривали и, скорее всего, не будем. Спасибо, ответ получен. Спасибо, Бондаренко, за вопрос и за небольшое выступление, и оно было, безусловно, полезно. Олег, еще есть вопрос? Нет, спасибо. Олег, ты совершенно прав, но это касается низких температур. Вот ниже там приближение к нулевой температуре. Подожди, подожди, тут вопросы еще. Значит, Бычков Владимир Львович, пожалуйста, вопрос. Спасибо большое, Анатолий Иванович, за повторение доклада, очень полезное. И вот меня очень волнует, у вас структура с дырками появляется. Как вы думаете, причина появления отверстий каковы? Ну, вопрос хороший, Володь. Значит, не у меня только, а у многих это наблюдается. Значит, вот в том числе, по-моему, у Година я видел такие же эти самые, в Мефи там, вот, как она, фамилия-то, не на Портовича. Все время путаю вас на Портовича. Значит, вот, идеальные сферы, идеальные дырки. Значит, что это может быть? Ну, вот, вопрос хороший. Не знаю, не знаю, не знаю. Скажи сразу, не знаю. Похоже на то, что нам Ковач демонстрировал. А внутри сериал почему-то хочет испариться. И второй вопрос. Вот вы же в свое время занимались тем, что моделировали пылевую плазму либо звуком, либо электромагнитными волнами у вас появлялись структуры. Как у вас не могло быть вот такого же аналогичного эффекта, когда вы вот воздействуете на ваши электроды такими же звуковыми колебаниями или электромагнитными? Не могло ли быть у вас какая-нибудь... Володь, ну, все-таки, если вспомнить старые эти самые работы по прохождению там звуковых волн через плазму, ну, там были действительно интересные результаты по усилению, гигантскому усилению звука там и ослаблению звука, значит. Но это же была газофазная среда. Там гетерофазы не было. Вот. А здесь появляется принципиально новая, значит... Как, как? У вас же получалось, что моделировалось все, если вы песок начинали возбуждать. Ваш песок моделировался, моделировался, возникало другое... Не-не-не, ну, еще раз, значит, были там несколько у нас с тобой даже совместных, по-моему, там, работ, когда мы, значит, инжектировали, усиливали процессы взаимодействия акустики с плазмой с помощью гетерофазы. Ну, они, во-первых, не доведены были до ума, так сказать, будем говорить откровенно. Хотя да, там, ну, известно, там, вот, дюн это образуется, так сказать, да, если... Ну, может быть, у вас звуковые волны, колеблется ваша установка, вы же там в вихре создаете? Может быть, у вас есть параметры... Володь, ну, вот опять я говорю, есть сравнение там аргона чистого, в котором, там, значит, ну, нету вот там образования микрокапель, нету образования вот гетерофазы, ну, допустим, как вот в водяном паре. Там же образуются как металлические пластеры, так и водяные пластеры. А вот в экспериментах с аргоном у тебя там, значит, все-таки разогрев катода поменьше, потому что напряженность поля там поменьше, и вот и металлические пластеры практически не образуются. Ну, чистый аргоновый поток получается, и ничего нету-то. Но все-таки он говорит, Бычков говорит правильное замечание, что гетерофаза, гетерофаза может что-то с колебательными процессами делать. Володь, Бычков, спасибо, отличное замечание, отличный вопрос. Есть еще вопрос? Нет, вопросов у Бычкова нет. Баб Гриньер, подяга, 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 под Субтитры делал DimaTorzok 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 не возникает что вот вот у меня она у меня он появился у вас нет ничего да то что у тебя появляется мы не видим мы увидим только тогда когда сработает демонстрация экрана да я уже 3 эти раз уже нажимаю вот одна из причин перегруженность я так вот обычно знаю перегруженность много очень файлов вывешено которые так вот бывает иногда может быть саш может быть ты давай сделаем как сейчас попробую попросим чижова а с тобой все-все-все появилось здорово молодец пошла так видно да ну видим пока только черное но а вот теперь видим да все здорово так все все работает работает да ну вот значит на прошлой неделе я рассказал о динамике процессов в некоторых из наших никелеводородных реакторов вот ну значит и а вот этот вот слайд он показывает чтобы было понятно о чем идет речь как устроены эти вот реакторы ну первых реакторах использовалась просто вот керамическая трубочка начиненная топливом то есть там использовался никелевый порошок так или иначе новодороженный и снаружи значит было это обито фехральвым проводом все это прямо находилось на воздухе ну потом чтобы можно было получать более высокую температуру и чтобы для этого надо использовать вольфрамовые нагреватели пришлось все это окружить еще дополнительной трубочкой керамической в которую которая была наполнена или инертным газом или энер или газом восстановительным которым может работать вольфрамовый нагреватель ну и в этом случае уже можно было работать при значительно более высоких температурах ну вот здесь показана схема электропитания измерительной аппаратуры ну что можно сказать кратко что использовался трансформатор с обмотками которые можно было переключать ну измерительная всяческая аппаратура можно было работать в режиме или постоянной подводимой мощности ну которая коммутируется или в режиме поддержания постоянной температуры вот но оба эти режима они имеют свои преимущества недостатки вот но значит который о которых я может быть расскажу может быть вопросы будут заданы ну вот первый реактор который вообще был сделан значит нашими усилиями это просто вот такая трубочка как я говорил керамическая с топливом обмотанная фехралевым нагревателем это находилась таком довольно массивном сосуде этот сосуд находился в воде и по скорости испарения воды определялась мощность которая выделяется ну здесь вот режим работы был при постоянной подводимой мощности вот ступеньками увеличивалась мощность ну вот уже температуру все время до каких-то пределов температурный коэффициент был единица то есть избыточного тепла не было после достижения температуры 1150 примерно градусов появилось избыточное тепловыделения а при 1200 там с лишним градусов оно стало еще больше и в конце вот этого режима появились такие почти периодические колебания вот это вот видно на следующем рисунке вот конечный конечный этап нагрева вот они такие с периодом несколько минут потом произошло перегорание перегорание нагревательной спирали и некоторое время процесс продолжался процесс тепловыделения продолжался несмотря на то что электроэнергия уже не подводилась ну вот здесь вот видим мы что это не только периодические колебания но и такие флуктуации но они присутствуют и когда есть избыточное тепловыделение когда нет его это я думаю связано с тем что вот конвекционные потоки идут которые очень такие имеют хаотический характер и они вот по-разному охлаждают ну я очень так бегом потому что времени мало а вот следующий реактор о котором идет речь он был уже в режиме поддержания постоянной температуры вот задавалась постепенно все большая температура соответственно эта мощность употребляемая увеличивалась и опять-таки при достижении температуры вот где-то 1150 градусов 1200 градусов появилось избыточное тип тепловыделение и это было очень наглядно видно потому что вот поддержание один на одной и той же температуры требовала все меньше и меньше температуры и меньше и меньше подводимой мощности и таким образом оказалось что мощность была первоначально 630 ватт она стала 330 ватт то есть то есть два раза меньше ясно что примерно здесь уже тепловой коэффициент около двойки ну вот здесь вот как эти как как это все происходило вот этот начальный участок потом идет спад потребляемой мощности связанные с тем что появилось избыточное тепло и процесс вот довольно таки стабильный шел на протяжении ну тут где-то полусуток примерно потом ни с того ни с сего при неизменных внешних условиях потребляемая мощность выросла то есть тепловой коэффициент соответственно снизился потом опять восстановилось прежнее значение ну и дальше пошло постепенное постепенная деградация где-то вот на четвертые сутки уже произошло перегорание перегорание электронагреватели вот ну еще один пример это вот такой вот калориметр он использовался использовался калориметр с проточной водой который позволялся очень точно определять эти тепловыделения вот здесь тоже мы наблюдаем эффект что избыточное тепловыделение появляется когда температура достигает вот здесь вот где-то уже более чем 1100 градусов а потом поддерживалась постоянная температура 1200 градусов при помощи терморегулятора вот но вот видите что здесь вот при этом не несмотря на температуру поддерживалась постоянная мощность потребляемая она становится становилась стала меньше и стала еще меньше еще меньше и вот эти процессы они такие эти изменения происходят вот так вот с одной стороны в виде флуктуации причем эти вот такие периоды здесь самые разные если короткие периода есть периоды там многосуточные а кроме того есть такие быстрые скачкообразные изменения которые происходят в течение там примерно часа вот такие вот процессы этих вроде бы очень на первый взгляд простых устройств они идут как как тут сами по себе и в общем ими их контролировать довольно сложно довольно сложно ну и вот здесь показано вот этот вот реактор как ведет себя реактор который проработал у нас на протяжении семи месяцев особенно интересны начальные участки по мере роста температуры тоже сначала нет никакого избыточного тепловыделения потом когда температура достигает более тысячи примерно 100 градусов уже начинается вот избыточное тепловыделение вот здесь вот видно этот самый коп тепловой коэффициент он увеличился в первый день где-то достиг одна и две десятых потом на некоторое время мощность электронагревателя была зафиксирована осталась постоянной и тем не менее вот уже на третьи сутки вот тепловой коэффициент увеличился сам по себе достиг двойки и более а потом вот началось начались манипуляции с мощностью электронагрева вот и что интересно повышение мощности электронагрева сначала вызвало довольно значительный рост я бы сказал даже очень значительный рост температуры до 1800 градусов и соответственно немножко коп увеличился потом вдруг начался начался спад температуры и соответственно спад теплового коэффициента который при неизменной ну температуру мощность электронагрева здесь еще увеличивалась и в конце концов начался начался рост избыточной мощности и соответственно тепловой коэффициент стал расти и достиг вот величин где-то более 3,5 значит 3,7 десятых а потом и держался на этом уровне на протяжении нескольких часов и стал постепенно постепенно снижаться при неизменной мощности нагрева ну далее вот показано как все это менялось на протяжении 7 месяцев и мощность электронагрева уже после этого менялась незначительно на избыточная мощность сначала сначала возрастала возрастала потом держалась на некотором уровне потом начала снижаться снижаться и снизилась в конце концов до нуля при этом никакого реактор собственно не потерял механически не никак не испортился то есть электронагреватель сохранился керамическая трубка сохранила свою герметичность тем не менее избыточное тепловыделение кончилось на этом основании можно сделать заключение что вот снижение прекращение избыточного тепловыделения связано с истощением ресурса реактора ну и соответственно можно сказать что вот этот 1 грамм никеля и там еще меньше водорода который который там был обеспечили такую вот продолжительную работу реактора не можно это сопоставить с примерно со 100 литрами сожженного сожженных нефтепродуктов а если отнести к одному атому никеля то получается что где-то 2 примерно 2 мэва на 1 атом никеля выделилась энергия ну вот поскольку времени очень мало я так вот бегло бегло все об этом рассказал но теперь вот давайте вопросы спасибо спасибо александр георгиевич друзья что-то не вижу вот евдокимов поднял руку юрий правильно я понимаю что вы вопрос хотите задать а я хотел как раз задать еще прошлый раз но вот сейчас задам вот александр георгиевич вот вопрос такой когда мы нагреваем у нас спектр вот теплового излучения сплошной он где-то такой широкий спектр вот и мне кажется что не все участки спектра они дают вклад вот для раскачки вот этой реакции играть только некоторые узкополосные участки этого спектра вот как вы считаете играет ли роль спектра нагрева спектра нагрева на вот пороговость на эффективность кпд вот этого реактора ну спектра по моему спектре можно говорить о спектре излучения которое выходит с поверхности реактора но там уже эти вроде бы не идут спектр самого нагревателя спирали спирали тепловой нагрев идет спектр какой-то тоже там ведь тоже как сказать нагреватель он же непосредственно не облучает своим светом топлива потому что там еще керамическая трубка вот но не знаю как это я думаю что да сам свет может быть он имеет значение имеет значение но лично я думаю что здесь как раз имеет значение температура именно вот колебания столкновения атомов и электронов при тепловом своем движении вот по моему вот это играет главную роль я просто песню скажем 1 спектр нагреватель у нас ну тепловой спектр он простирается где-то от от видимого до до в инфракрасного стать спектра 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 спектро излучения и вот если мы распределим мощность 1 кг на весь эти спектра ну к в нас от 1400 на девятых до 1400 нанометра спектр вот этого теплового излучения если мы распределим мощность 1000 ватт у connais получается на 1 нанометр приходит всего лишь 1 ватт. Это очень маленькая мощность. И поэтому появляется пороговость. А добавление разных добавок, вот этих вот элементов разных, это просто спектропоглощение топлива меняет и делает более-менее эффективным. То есть при меньших температурах может начаться реакция. Вот в этом плане я, кажется, имел в виду. Спасибо за это. Это даже не вопрос, а скорее замечание. Я потом, если будет дискуссия, скажу тоже свое мнение, соображение. Будет обязательно дискуссия. Вопрос очень правильно поставлен. Я просто скажу, что, Юрий, вот условия, в которых работает Пархомов, там не радиационный нагрев, а там обычный нагрев кондуктивный, так называемый, при контакте. Там проволока на намотано просто. Нет, я это понимаю. Радиационный, конечно, тоже имеет место, но кондуктивный нагрев там гораздо мощнее. Значит, Баранов задает вопрос. Дмитрий, включи свой этот самый микрофон. Включи микрофон, пожалуйста. Нажми на кнопочку микрофона. Все, включил. Можно, да? Саш, а вот когда ты долго мерил температуру, там, в течение многих дней, ну, опять, там два вопроса. Ты с какой частотой мерил температуру? Как часто ты ее измерял? Раз в секунду, раз в минуту? Ну, где-то, да. Где-то примерно раз в одну-две минуты обычно мерили температуру. Ну, и следующий на эту тему вопрос. А вот ты не обращал внимания на то, как ведет себя вот термопара и весь процесс, в зависимости от того, ночью все это происходит или днем? Ну, вот это можно посмотреть. Такой вот суточной периодичности я не уловил. Так, сразу не видно, да? Да, не видно. На графиках не видно. Спасибо. Может быть, если спектральный анализ сделать, может быть, хорошая идея? Спасибо, Баранова, за вопрос. Я знаю подоплеку его вопроса. Не надо раскрывать подоплеку. Не надо. Всему свое время. Я не буду раскрывать, ты не волнуйся. Просто потому что у Саши есть данные суточные, непрерывно мерилось. Вот если бы ты нам прислал, Саш, вот Баранову непосредственно, просто с привязкой по времени, температура, вот то, что ты сейчас показываешь, мы были бы благодарны. У нас есть некие соображения, хотелось бы как бы проверить. Спасибо, Баранова. Могу прислать, могу. Спасибо, спасибо. Может быть, что-то найдем там, такое, на что-то не обратил внимания. Хорошо. Это было бы очень интересно. Спасибо за очень интересный вопрос. Богомолов задает вопрос. А у меня вопрос по поводу продуктов работы реактора и затопный состав. Что там осталось-то в результате этой реакции? Ну, об этом есть специально написанная статья. Конечно, очень много разнообразных новых элементов возникло. Но данный, значит, доклад был, вопрос был поставлен о нестационарностях или о периодичностях в процессах. Поэтому, значит, измерения они делались только один раз после того, как реактор завершил свою работу. Поэтому он не входил в тему этого доклада, но вообще на эту тему были сделаны и доклады, и опубликованы статьи. Очень много разных элементов появилось. Причем не только в топливе, а и в окружающих конструкционных материалах. Саш, спасибо. Ответ получен. Действительно, тема у нас сегодня не химические или там ядерное превращение, а нестационарные процессы, тема нашего круглого стола. Спасибо Богомолов за вопрос. Бог, your question, please. Не дай вопрос. Да, спасибо. . Саша, ты видел, Саш, у кальция какие-то изотопные преобразования? Повтори, ты перевел то, что сказал Бог, погромче. В ходе семимесячного эксперимента, изотопный, опять, преизотопный состав, он для японцев что-то там хочет сообщить о твоем эксперименте семимесячном. Все как изотопный состав, и в первую очередь, Бог, как я понимаю, вы, first of all, вы интересны в кальциум материал. Калциум-изотоп? Кальциум и изотоп? Он спрашивает, изотопы кальция, ты там видел? Про изотопы кальция интересно. Во-первых, про изотопы никеля. Интересно, что в двух лабораториях, где делались анализы, изотопный состав никеля заметно не изменился. Это довольно неожиданно для нас было. Тем более, что у Роси какие-то колоссальные были изменения. Мы не наблюдали в никеле больших изменений. А что касается кальция, этот вопрос нас тоже очень интересовал, потому что кальция образовалось очень много. Но аппаратура, которая существует, стандартная, она не анализирует кальций, потому что там используется аргоновая плазма. Аргон имеет атомный вес практически такой же самый, как у кальция, поэтому они не берутся делать анализ. А это нужно какие-то другие методы использовать, которыми... Я уже объясню. А lot of calcium was generated, но... Я знаю. Но пресезы анализов... И я уже говорил, что... Я еще раз вопрос. В его реакторе, это не работало на период времени, And you tried with adding extra hydrogen and it didn't really have an effect. So I had a question that was posed to me. Why is it working after the temperature at which the nickel melts? And I suggested that the active structures are made in the PNK-02 nickel and that after a while they are exhausted. Not necessarily the fuel is exhausted, but the engines that do the work with the fuel are exhausted. Well, I didn't understand you well. Please, short question. Okay. Who put once again? Yes. So the question is, why does the fuel work after it has melted, the nickel? And I gave an answer on Alexander's behalf at ICCF 22. Question was, Bob, question was. Why does he think that fuel... No comments, comments a little bit later. Sash, он спрашивает, почему работал, когда расплавился это сам? Вот что ты думаешь на эту тему? Когда рабочий тел расплавился. Ну, да, действительно, реакторы продолжают работать при температурах, когда явно никель уже находится в расплавленном состоянии. Ну, что сказать. Вот отличие никеля и преимущество никеля от других вот веществ, которые используются, это палладий и титан, заключается в том, что в тех веществах растворимость при повышении, при достижении некоторой достаточно высокой температуры, растворимость водорода уменьшается, и водород уходит из этих веществ. А никель, растворимость водорода в никеле, наоборот, увеличивается при повышении температуры, и еще больше увеличивается, когда никель переходит в расплавленное состояние. Это вот такой интересный результат, который, в общем-то, малоизвестен, и литературу по этому поводу найти очень трудно. Но, тем не менее, вот это такой факт, который позволяет работать реактором при высоких никель-водородным реактором при высокой температуре. Боб, another question. Or it's... So, I understood that he was saying that the hydrogen is able to dissolve more when the nickel is melted, but it still doesn't explain why he couldn't re-energize it by putting fresh hydrogen in. Because, you know, if the hydrogen is really the fuel, then adding more hydrogen should then continue the process, but it didn't. Боб, the discussion... Your question is, why hydrogen dissolve into никель? No, no, no. Why did adding hydrogen not continue the reaction, in his opinion? Он спрашивает, Саш, почему, когда у тебя там уже 7 месяцев прошло, и он понял так, что ты там добавлял, добавлял, добавлял водорода, а ничего не происходило. Ведь водород является, как бы так сказать, элементом, ну, топливом для этой реакции. Добавлялся водород новый к сгоревшему, якобы, водороду, а ничего к продолжению реакции не привело. Вот в чем смысл его вопроса. Ну, при первом добавлении немножко все-таки увеличилась интенсивность реакции, и вот это дополнительное тепло при первом добавлении водорода все-таки увеличилось, а при втором добавлении уже не сработало. Ну, трудно сказать, трудно сказать, почему это так происходит. Надо об этом размышлять. Боб, Боб, нет, нет, нет ответа. Боб, спасибо. Я знаю, это не важно. Три вопроса, это все-таки. И Булин, Игорь, пожалуйста, Ваш вопрос. Да, здравствуйте. У меня такой для всех, может, вопрос наивный, может быть. Вот много было всяких графиков, показано во всех докладах почти, и там масса таких пилообразных каких-то насцелляций. Вот я не понимаю, при вот когда описывать эксперименты, вот важно, чтобы вот это было подано, как такой сырой материал, почему нельзя вот было бы их обработать каким-нибудь гармоническим анализом и убрать вот эти все пергани, все эти пилы на графику. Понятен вопрос? Ну, здесь скорее можно видеть какое-то очень разнообразие. И они очень важны именно вот эти процессы. Ну, вот пусть вот, значит, я дам Деме Баранову и Зателепину мои результаты. Может, они что-нибудь найдут, какие-то закономерности. Но здесь я вижу больше как раз хаоса, чем каких-то закономерностей. Спасибо. Ну, вообще, Саша правильно говорит, Игорь, мы пытаемся сохранить исходный материал, с ним работать. Это самое главное. Обработанные, это уже там вторично обычно. Спасибо Игорю. Ну, и Тарасенко задает вопрос. Они же просто должны дать какой-то закономерность увидеть, а так вот за этим пипилом ничего не увидишь. Ну, он ответил, как он ответил. Тут действительно большая дискуссия на эту тему может быть. Спасибо Игорю. И Тарасенко задает вопрос. Александр. Алло. Александр, как вы Сибирь уже отопили всю, или как у вас после 19-й конференции? Я помню, вы говорили. Или так не дошло? Что я после 19-й конференции? Геннадий, Геннадий, провокационные вопросы нам тут не нужны. У нас со временем есть по науке вопросы? А, нету, нету, нету. Вопросов по науке нет. Провокации нам тут не нужны. Спасибо. Это я тебя выключаю. И не включай, пожалуйста, себя. Когда нужно будет вопрос задать. Друзья, кто хочет выступить по докладу Пархомова? Пожалуйста. Можно сказать несколько слов? Руки лучше поднимать. Ну, Юрий, я вижу, что... Нет, я там понимаю. Да я просто думал, дважды вопрос получит, иначе. Ну, хорошо. Юрий, пожалуйста, вы выступайте. Выступайте. Ну, вот, действительно, у нас ведь пороговость начинает где-то 1200 градусов с этих реакций. То есть, получается, у нас тогда парофазная составляющая преобладает и выше. Поэтому обмен, значит, энергии между нагревателем и этим уже становится... Значит, радиационная составляющая у нас как-то четвертой степени. Температура четвертой степени увеличит. Поэтому, возможно, у нас идет уже не кондуктивный обмен энергией между нагревателем и топливом реактора, а парофазная составляющая. А там у нас будет преобладать как раз радиационная составляющая. А энергия у нас вот такого теплового нагрева равномерно распределен по всему диапазону излучения. Поэтому, получается, если бы мы... А играет роль, скорее всего, нетроспектральной составляющей. Об этом говорит, когда мы меняем состав топлива, у нас, у некоторых там японцев температура, по-моему, до 600 градусов, у других там, соответственно, меняется. То есть, мы меняем спектр эффективного обмена энергии между нагревателем и возбуждением этой системы. То есть, запуска вот этой реакции. Стало быть, если мы будем применять узкополосный нагрев, скажем, пусть это будет оптический, скажем, диапазоне, подобрать нужную спектральную составляющую, скажем, с помощью лазера узкополосного уже, то ширина полосы лазера составляет где-то порядка 3-4 нанометров. И эффективно излучая, нагревать и, соответственно, добиться раскачки этой системы, возбуждения системы, запуска вот этого реактора. Тогда у нас КПД, обычно в нагревателе, если энергия распределена по всему спектру, то у лазера сосредоточена энергия на определенной линии волны. Тогда КПД вот нашей системы, нагревателя, повышается, соответственно, как отношение ширины полосы теплового нагрева к ширине лазерного излучения. То есть, это может составить сотни, а то и тысячи раз. То есть, повысит эффективность нагрева и раскачки вот этой реакции. Вот мне такое мнение просто. Спасибо. Спасибо, но я вот хотел заметить, Саша, может быть, тоже прокомментирует, я хотел заметить, Юрий, что нагрев с помощью электромагнитного поля, он использует практически низкочастотный, хотя у него там переменные 50 Гц, но это можно считать не очень низкочастотное, почти постоянное поле. Это совершенно другая вещь, чем нагрев с помощью, например, лазера. Но ваше предложение интересно, да. Ваше предложение интересно. И Николай Магнитский дает комментарий. Прокомментировать можно, да? Ну, Саша, давай, Магнитский задаст, прокомментирует, а ты потом ответишь. Я так довольно, так сказать, небольшой, мне сказать, комментарий, потому что я все-таки не специалист в экспериментальных вещах и экспериментами не занимался, но, тем не менее, имел возможность на протяжении почти 10 лет в нашей компании NewInflow видеть, как наши различные группы физиков-экспериментаторов проводили различные эксперименты, связанные с попытками повторить все те работы, которые во всем мире проводились, связанные с Лернер, с избыточной энергией и так далее. К сожалению, ни одного эксперимента в нашей компании повторить не удалось. И мы пытались и Россию повторить последние несколько лет, ничего не удалось повторить. Поэтому, мне кажется, это основная проблема, почему все экспериментаторы, они каждый что-то делают, и каждый получает какие-то результаты. Я не говорю, что этих нет результатов. Наверное, может быть, они и есть. Но как-то у каждого своя какая-то методика, и поэтому повторить не удается. А это другим экспериментаторам. А это ведет к тому, что никогда в жизни эти эксперименты не будут как-то признаны мировым сообществом, и не будет признана, что вообще это есть, в принципе, этот эффект. Но я не говорю, что его нет, но, возможно, он есть. Но как-то это все... Моя точка зрения такая, что пока не будет хорошей теории, которая будет все это объяснять. А теория, и она, с моей точки зрения, не должна опираться на современную физику, потому что, по всей видимости, ничего объяснить здесь не удастся. Ни кланковыми механическими эффектами, никакими другими, так сказать, современными. Ну вот, в связи с этим, я просто хочу единственное, что сказать, что вот на прошлой неделе у меня в издательстве, значит, УРС вышла книга «Теория сжимаемого стеллирующего эфира». Туда вошли еще много разделов, которые не были еще публикованы в статьях. Значит, это что касается теории строения атомного ядра, эфирной теории, значит. Теории строения атома, значит, с небольшой корректировкой таблицы Менделеева. Ну и вот, возможно, сказать, просто хочу, если кто заинтересуется, возможно, сказать, экспериментаторам это будет полезно. И, может быть, какие-то новые идеи, которые дадут возможность объяснить все эти эксперименты. Николай, спасибо, ты рекламу сделал, но реклама полезная. Ну, как раз пригодится экспериментаторам, чтобы видеть. Да, да, да. Если бы ты в чате, по крайней мере, написал точное название книги, так ты что-то там показал, мы ничего не видим. «Теория сжимаемого стеллирующего эфира». Так же, как последние мои статьи, вот только надо ее... Мы поищем тогда там в Озоне, наверное, она будет, эта книга. Ну, уже на сайте издательства УРС уже можно ее смотреть. Хорошо, молодец. Спасибо. Вклинился с рекламой. Я это самое сейчас тоже пару слов скажу. И, Саша, и дам тебе слово. Ты хочешь сказать кое-чего. Ну, во-первых, совершенно Саша Александр Георгиевич Пархомов совершенно не охватил очень... Нет, немножко там у него было, но это очень эпизодически. Люди не обратили, скорее всего, на это внимание. Дело в том, что вот разрушение спиралей, которое у нас постоянно наблюдалось, и мы же аналогичные эксперименты с Барановым в течение пяти лет проводили и знаем, и обменивались, и у Саши то же самое. Ему предшествуют некие осцилляции, хаотические осцилляции в температуре, в токе и в напряжении на вот этой спирали, которая нагревает. Вот он это показывал немножко, но сегодня, ну, как-то это все осталось в тени, не охвачено. Так вот, я хотел сказать, такая мысль возникла в связи с тем, что мы сегодня вот обсуждали. Не получается ли, что вот разрушение этих спиралей очень сильно напоминает вот разрушение оболочек у Андре Шаковича, которое он нам сегодня демонстрировал, и то, что нам сегодня показывал аналогичные же эксперименты, вот пробоины такие демонстрировал Боб Гриньер. Вот это было бы очень интересно, потому что, если это общий некий процесс, потому что, ну вот, мы знаем, что чтобы спираль выжила, это нужно очень-очень долго стараться и работать в определенных режимах. Вот, и еще одна вещь, тоже она не вошла в доклад Пархомова, а очень интересная. Вот в свое время, в свое время, когда вот эти эксперименты были очень активны, докладывались там у Самсоненко, я прекрасно помню, и мы это обсуждали, что вот медленный, вот достигнет некий режим, мы нащупаем некий режим, когда вроде бы генерируется и тепло, и установка начинает разогреваться, и разогрев идет крайне медленно, крайне медленно. Это время заметно больше, вот это темп разогрева, заметно больше, чем характерное время нагрева устройства, если его оценить вот по техническим каким-то оценкам. Я это сам лично делал. И вот это крайне интересная тема, и я даже помню свой вопрос, который я задавал Пархомову там лет пять назад. А вот за счет чего так медленно, а то и шесть, за счет чего так медленно греется, вот это вот разогревается, усиливается, что-то усиливается внутри в реакторе. И Саша тогда ответил, ну пока нет ответа на этот вопрос. Я уверен, и сейчас у него нет ответа. И вот это очень важное, я думаю, обстоятельство, которое тоже надо иметь в виду. Я закончил. Саш, пожалуйста, прокомментируй то, что тут было сказано. Может быть, хочется сказать. Ну, что можно сказать? Вот что касается теории. Но, к сожалению, теоретики, они ничего не могут толкового предложить для объяснения этих явлений. И даже нам самим приходится изобретать свои теории, которые, может быть, они уязвимы с каких-то точек зрения. Такие эти доморощенные наши теории. А без теории, ну, конечно, пока нет теории, мы уподобляемся, значит, ловцу, значит, неизвестного зверя в темной комнате. И не знаем, где мы его ловить. И поэтому, конечно, когда кто-то, мы чего-то, допустим, вылавливаем после многочисленных попыток, а кто-то другой приходит в эту же самую комнату, начинает ловить и ничего не может поймать. Это вот ответ на этот вопрос Николая там. А что касается теперь лазера. Да, вот с лазером были эксперименты, начиная с Бажутова. Он попытался с лазером что-то сделать. И он видел результаты. Он наблюдал появление трития. Появление трития он видел. Недавно вот был опубликован результат опытов эксперимента Бибериана, который облучал, значит, лазером облучал палладий в атмосфере водорода и дейтерия. И действительно наблюдал, там трансмутации наблюдал. О тепловом эффекте там речи не шло. Наблюдал трансмутации. Но для этого приходилось делать облучение многомесячное. Вот так вот, значит, эффект есть, но он такой вот как бы очень малоинтенсивный. Несмотря на то, что действительно плотность света в этом лазерном пучке, она намного превосходит плотность света, который, допустим, в яркий солнечный день. Ну, вот что касается процессов теплопередачи в реакторах. Ну, конечно, при таких температурах преобладает теплопередача путем излучения. Но излучение, оно должно идти в прозрачную среду. Вот, конечно, если мы смотрим потери тепла с поверхности наших реакторов, то, конечно, там в основном уже идет теплопотеря за счет излучения. И теплообмен между трубками, между внутренней и внешней трубкой внутри реактора, там тоже преобладает, по-видимому, теплообмен путем излучения. А вот там, где вот непрозрачные среды, ну, там я не знаю, как вот это излучение, эти процессы там, по-моему, там все-таки работает в основном теплопростая теплопередача. Вот, ну, вот то, что я могу сказать. Спасибо, спасибо, Александр Георгиевич. Евгений Егоров, к сожалению, уже мы завершили все, поэтому вы опоздали. Вот, ну, у вас будет возможность, друзья, дело в том, что мы уже два с половиной часа, у нас уже 10 человек убежало, мы два с половиной часа ведем вебинар и прошли всего три доклада, а четыре еще осталось. Поэтому эти оставшиеся четыре мы будем обсуждать 5 мая. А 28 мая, вот в следующую среду, у нас будет вебинар, там будет Мышинский, который расскажет нам о своей теории вот этих холодного синтеза ядерных преобразований, ядерных процессов на основе каких-то его воззрений на ядерные процессы, связанные с холодным ядерным синтезом. Друзья, спасибо за участие в вебинаре и до следующей встречи, которая будет через неделю, 28 апреля. 28 апреля, спасибо. Спасибо. Всем счастья, здоровья, можно наоборот.